Всем привет, друзья, с вами Дарт, и сегодня у нас на читании геймера вот такой вот журнал, которого никогда у нас раньше не было, называется Консоль, спасибо моему подписчику Диме Полухину, который подарил мне этот журнал, кстати, там есть еще и один выпуск Консоли и несколько номеров страны игр, которые я обязательно покажу в будущем. И в этом выпуске мы познакомимся, в общем-то, с этим журналом, раньше меня его не было, и мне интересно узнать, действительно ли он достоин быть любимым журналом-консольщику вообще, и нести такое название, толковый ли он был, ну и, в общем-то, пройдемся по его содержанию, посмотрим, проанализируем, что в нем есть интересного и сделаем выводы. Хочу посоветовать канал Дозорного Алекса, здесь вас ждут обзоры на видеоигры, мультипликационные фильмы, новинки кинопроката, а также произведения, о которых вы, может, даже и не слышали. Кроме того, на канале присутствуют топы и информативные видео от непредвзятого автора, который делает свое дело с душой. Подписывайтесь на его канал, ссылка в описании. В этом номере у нас на обложке красуется Лара Крофт, собственно, здесь будет материал об игре Tomb Raider Legend, ну, обо всем по порядку. В общем-то, редактор был Константин Подстрешный, человек с таким PC-шным бэкграундом, странно, как так получилось, что он все-таки перешел в касту консольщиков. Как мы можем видеть здесь по содержанию, собственно, журнал состоит на 90% из превью и ревью. Собственно, обзоры на игры, которые должны выйти, и обзоры на игры, которые уже вышли. Немножечко у нас тут есть аналитики на тему игр Терминатор с Робокопом, там еще немножко мы обсудим и Панишер, как раз там же и коснется тема ретро-игр. В остальном, собственно, нас ждут просто набор таких вот ревью. Напоминаю, что это журнал за 2006 год, то есть в мае, этому номеру будет 14 лет. Какие события были в этом году? Пока мы будем листать этот журнал, собственно, мы и ответим на этот вопрос. Какие события он освещал, что тогда было актуально и что сейчас интересного может быть для нас. Ну и, собственно, как и любой журнал начинается с описания DVD, если таковой шел в комплекте. Ну и блок новостей. Что меня удивило, здесь есть заметка о том, что планировался фильм по игре Cold Fear. Собственно, я не знаю, чтобы такой фильм все-таки имел место. Если вы знаете, напишите об этом. Ну, это, собственно, еще не только одна такая новость. Еще здесь написано, что популярный на территории США сеть кабельного телевидения Spike TV планирует запустить в эфир некое шоу, которое будет тесно связано с сюжетом сериала Grand Theft Auto. Собственно, я так понимаю, что никакого ТВ-шоу так и не вышло. Тут какие-то планы интересные. Тут мы видим еще картинку из игры Suffering. Может, кто-то помнит такое. По запрошлому выпуску новостей мы сообщали о том, как видеоигры могут положительно влиять на выработку законопослушного поведения среди малолетних преступников. На сей раз новую систему поощрения придумали руководители исправительных учреждений штата Орегон. За хорошее поведение, под ним понимается 18 месяцев без единого замечания в личном деле, заключенные получают право брать в камеры приставки. В то время как в США в камерах играют приставки, у нас же, собственно, все не так радушно. Ну да ладно. Напоминаю, что еще здесь 2006 год. Тут есть планы о Nintendo Revolution. Пока еще подробности о приставке не разглашаются. Все ждут Xbox 360. Все ждут еще PlayStation 3. А, вру, Xbox 360 уже вышел. А PlayStation 3 вот еще только только вот собирается. Собственно, мы здесь еще увидим некоторые игры и новости, касающиеся Xbox 360. Блок новостей продолжается. Ну и тут, конечно, PSP тоже будет объясняться. Так, приставочные войны. Эпизод второй. Жалко, у нас нету апрельского номера, чтобы почитать, что было в первом эпизоде. Собственно, была Game Developers Conference 2006 года, где производители консолей рассказывали в подробностях, какие будущие продукты у них будут. PlayStation, собственно, рассказывала о том, что интересного будет в ее новом детище PlayStation 3. Там же обсуждалось, что бумеранга-подобный DualShock 3 не будет поставляться вместе с консолью. Ввиду того, что люди как-то не очень хорошо отреагировали на этот дизайн, да, ну и понятно. Там же подтвердилось, что PlayStation 3 будет иметь обратную совместимость с PlayStation 1 и PlayStation 2. Сатуро Ивата, тогдашний президент Nintendo, он сообщил, что на Wii также будут игры, ретро-игры, типа на TurboGrafx, на NES, Mega Drive, NES, которые можно будет потом загружать на консоль. Тогда эта новость, конечно, бутражила воображение, как это вообще может быть. Ну, в итоге мы знаем, как это в итоге реализовалось, и, собственно, сейчас об этом читать очень интересно. PlayStation тогда, Sony говорила, что PlayStation 3 тоже будут сетевые сервисы, ну и в чистом виде консольные войны. И вот перед нами первое превью игры Tekken Dark Resurrection. Это известнейшая игра, известнейшая серия, которая у нас дебютировала на PlayStation 1. Собственно, на аркадах она тоже должна быть. И я вообще начал свое знакомство с Tekken с третьей части на PlayStation 1. Это до сих пор мой один из самых любимых файтингов, если говорить о Tekken. Потом на PlayStation 2 я играл Tekken Tag Tournament и Tekken 5. Не могу сказать, что прям очень много и часто в него играл. А вот PSP-шный как-то вообще прошел мимо меня. Ну, как утверждает автор, это будет вообще очень интересное залипалово не только для фанатов Tekken, но и для поклонников жанра как такового вообще. И предвещал, что продажи будут хорошие. Далее превью. God of War, часть 2. Здесь объясняется, что все-таки разработчики из Santa Monica выжимали все соки из PlayStation 2. Им это было с одной стороны проще, с другой стороны даже и выгоднее. Почему? Потому что по всему миру уже PlayStation 2 была очень популярной, было очень много обладателей этой приставки. И далеко не все хотели покупать себе PlayStation 3, но все-таки любили этого персонажа и хотели бы получать новые игры. Поэтому было проще продать ее на PlayStation 2. Ну и собственно еще касаемо новой консоли, нужно изучать ее архитектуру, но это тоже должно уйти определенное количество времени, сил. И поэтому решили сделать так, как сделали. Там говорится, конечно, о ряде нововведений, касаемо геймплея, сюжетной части игры. Ну, собственно, я свое знакомство с PlayStation 2 тоже начал с God of War, именно второй части. Это вообще было незабываемое впечатление, особенно вот этот вот первый босс, большая голова, сожившая статуей. Это вообще меня очень сильно впечатлило. Это как раз то время, когда я уже с ПК обратно начал пересаживаться на консоли. Приобрелся я в PlayStation 2, и там была в комплекте записанная болваночка. Это был God of War, вторая часть. Чего я был просто безмерно рад. Мне потом начал, конечно, свои нарезать. Но это ладно. Не в этом дело. Я просто хочу сказать, что именно вторая часть для меня представляет наибольший интерес. Alone in the Dark. Эту часть я не играл. Далее у нас блок-превью продолжается. Игра с Train Gold. Ну, с известным актером. Который, ну, с Джоном Ву, понятно, да? И, глядя на него, всегда казалось, что это... Вот, когда мы играли в Max Payne, кажется, что был вдохновлен Джоном Ву, да? Но потом, когда уже Max Payne отошел на второй план, появилась игра с Джоном Ву. Ну, фильмы там были ранее. Потому, собственно, наверное, можно сказать, что Стрэнгхолд, он продолжил дело Max Payne. Если вы тоже так думаете, то напишите в комментариях, как вам вообще эта игра. Я в свое время застал ее только со стороны, как зритель. У меня вдруг ее проходил, я как-то мимо. То же самое можно сказать про Том Кленси. Но вообще в моем окружении не было и нету поклонников Тома Кленси. Мы всегда пропускали эту игру. И такие игры, как Газ Трэкон, и Райнбол Секс. Мы все это как-то что-то... Ну, не интересует спецназовская тематика. Ну, так уж получилось. Так что это мимо. А вот эта игра уже поинтереснее. Здесь Far Cry Instincts Evolution. Понятное дело, что это не прям уж совсем новая часть Far Cry. Это скорее его вторая версия. Как можно здесь увидеть под заголовки. Да, это DLC. То есть, собственно, на том же движке. Ничего визуально нового. Просто самостоятельная сюжетная линия с какими-то своими геймплейными фишками. Но, опять же, собственно, у кого была или уже есть Xbox 360, имеет смысл приобрести именно вот эту версию игры. Predator, потому что она сразу включает в себя и предыдущую часть Instincts и Evolution. Так что, собственно... Но, опять же, если говорить о обладателе первой Xbox, то это вполне себе очень хорошая игра и хорошее дополнение к оригинальной части. Мне вообще Far Cry нравится. Я думаю, когда-нибудь я сделаю историю хотя бы оригинальной первой части. Как вам идея? Отпишите, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете. Далее. Вот эту игру я вообще не знаю. Но это понятно. JRPG какая-то у меня в плане JRPG. Вот такие большие пробелы. Oblivion. Ну, это понятно. Все мы бегали, проходили квесты. В то же время, что Skyrim уже как-то я вот так не играл толком. А Oblivion в свое время поигрывал. Далее ревью. Собственно, как это у нас было с обложки. Восхитительница гробниц. Сначала подумал, что я неправильно прочел. Собственно, заголовок. Да, перед нами Лара Крофт в игре. Лара Крофт Умрейдер Ледженд. Здесь уже Тоби Гард присоединился к Crystal Dynamics в качестве консультанта. И игру постарались как-то вернуть кистокам, но с полным переосмыслением механик. Ну, я считаю, что вообще, когда именно серия перешла к Crystal Dynamics, как-то поинтереснее все стало. Потому что корт-дизайн, они вообще уже не понимали, что они делают. Вот этот вот Angel of Darkness, он, ну, без комментариев. В это играть невозможно. Далее, баскетбол, NBA, Ballers, Phenom. Не знаю, не играл такую. Tales of Eternia. Тоже GRPG, понятно. Ну, у меня на PSP такую. Тоже играл немножко. Ну, опять же, там нужно погружать, вникать. Я так мне как-то подарили. По-моему, бегал один вечерок так. Поизучал. И потом забыл про нее. Ну, как мы видим, журнал здесь, по большей части, посвящен обзорам игр. На актуальный этот момент платформы. И мне вот приятно. Я в свое время даже не знал, что у нас в стране так пресса хорошо освещает не только PlayStation 2, но также первый Xbox, потому что у нас его практически не было. Даже по магазинам он был чужой найти. И кубика тоже не было. Ну, здесь что-то с кубиком не очень. Все-таки время такое, что уже, наверное, он практически не продавался. Там были упоминания о хорошей продаже DS. Все уже ждали Revolution. Ну, может быть, релизов не было, не знаю. Игра OutRun 2006. Такая у меня есть. Очень классная аркада. Советую поиграть, потому что она просто моментально затягивает. Она, во-первых, очень красивая. Во-вторых, она очень такая прям насыщенная по геймплею. Ну, а в принципе, с геймплея на точке зрения, она сделана по тем же лекалам, что и оригинальной аркады, которым мы еще могли играть на том же мега-драйве. Но все равно крутая. PlayStation 2. Игра 24D Game. По-моему, сделана по одному сериалу, если я не ошибаюсь, эта игра. Работа над ошибками. Driver Parallel Lines. Да, вот с драйвером вообще нелегкая судьба. Вы меня часто просите сделать историю драйвера. Я все думаю, как к ней подойди, потому что я хочу целиком осветить всю серию, но в то же время подробно рассмотреть первые две части с PlayStation. Пока не решил, что и как это будет, но драйверу я прям неровно душу уже очень много времени. Kingdom Hearts. Опять же, те, кто любят экшен-рпджи, такую игру, конечно, оценят. Она еще, конечно, во многом приключенческая. Я помню, когда у меня Великий Дракон был, и тогда еще играл в PS1. Меня эти тезис-скриншоты очень впечатляли. Всегда хотел окунуться в эту диснеюзскую тематику, но с этим вот графоном. Так и не дошел до нее. Далее у нас продолжается обзор игры на PlayStation 2. Horror. Soy Coden. Популярная была в свое время, да. Shadow Hearts from the New World. Такую игру я не знаю. Наверное, тоже должна быть ролевая. Продолжается. Так, материал, посвященный игре Sonic Riders. Ну, Sonic Riders это очень хорошая игра. Хотя, конечно, она абсолютно не вот прям в чем-то ужасная и не каноничная. Но было интересно Sonic увидеть в этом амплуа. И вот эти все покатушки, они выполнены достаточно динамично. И интересно. Нет, она развлекает, она расслабляет. Что еще надо? Так что вполне. А вот это вот интересный проект. Кстати, он должен, вроде как, вышел после старта Xbox 360. Никогда мне не попадалось. Когда я даже составлял различные подборки, тоже на нее не натыкался. Изучу ее подробнее. Если кто-то что-то знает про нее, то пишите. Мне она очень сильно напомнила Mercenaries. Так ли это? Игра называется The Outfit. Не знаю. Мне такого не попадалось. Итак. Машина против машин. Вспоминаются игры, где пересекались вселенные Терминатора и Робокопа. Естественно, мы сами хорошо знаем все эти игры. На Мегадрайв, на Супер Нинтендо все эти игры были. Но жаль, что существовала еще одна, которая так и не увидела свет. Здесь вспоминается интервью Грега Товареса, где просто проект на НИС отменили, потому что уже очень бедная консоль просто не была актуальной. Жаль, печально. Может, могла бы выйти очень хорошая игра, вполне себе. Далее у нас идет комикс. Ну и, собственно, все. Письма читателей, реклама. Итак, что можно резюмировать по этому журналу? Журнал Консоль. Посвящен, собственно, консольным играм. Из плюсов то, что очень много обзоров на актуальные игры, на те, которые уже вышли для актуальных консолей. И это уже то время, когда PlayStation 1 уже полностью ушла в прошлое. Здесь, кстати, есть даже новость о том, почему-то я здесь не обратил внимания, когда в первый раз листал. Но это все-таки важно отметить. Здесь есть колоночка о том, что Sony официально прекращает продажу. Ну, только скриншот, ну, в смысле, фотка, фетки. Было бы правильнее добавить сюда слинку. Но, однако, здесь написано, что все. Sony официально заявила, что снимает с производства первую PlayStation. Так что помним, любим, скорбим. Ну, ничего, после этого на PlayStation 2 вышло много еще интересных игр, как и на PSP. Все ждали PlayStation 3 и дождались. Что могу сказать о журнале? Если вы тогда были человеком, который просто интересовались, что интересного выходило на консольку, которую вы купили, пусть это будет Xbox, Xbox 360, PlayStation 2, вы были в курсе. Хорошо. Но мне лично в этом журнале не хватило аналитики, потому что обзоры – это такая штука, актуальность которой со временем все-таки теряется. То есть сейчас уже, спустя практически 14 лет, его листать не столь интересно, потому что, окромя новостей и обзоров, ничего больше нет. Было бы чуть больше аналитики, каких-то репортажей, интервью. Было бы интересно. А вы что думаете? Оставляйте комментарии, какие журналы еще взять на читальник геймера. У меня вообще есть консоль еще на июнь 2006 год. Добивать ли этот журнал? Переходить на страну игр или брать Великий Дракон? В общем, пишите. Буду оценивать ваши комментарии и уже думать, что брать на следующий выпуск читальни. Увидимся уже скоро. Всем пока!